Денис Рудаков Денис, компания «Хофф» является российской компанией, у нее российские владельцы, но для многих ваших клиентов это звучит как немецкая компания, немецкое название. Это помогает вообще вам для ведения бизнеса имитация немецких корней или больше мешает в настоящей экономической ситуации? Вы знаете, мне кажется, вне зависимости от экономической ситуации, если кому-то нравится, что у компании немецкое название, замечательно. Если кто-то знает, что это российская компания, тоже хорошо. Все эти обе группы клиентов наши, и пусть каждый по-своему так и думает. Формат вашей компании – это гипермаркеты. Гипермаркет в мебели. Это что такое? Это же 12 тысяч квадратных метров мебели. Что это такое? Совершенно верно. Чем это отличается от обычных мебельных магазинов? В чем ваша фишка? Да. Ну, действительно, 12 тысяч метров – это одна из площадей, которую мы располагаем. Есть магазины меньшей площади, есть магазины даже большей площади. А фишка, как вы говорите, в том, что в наших гипермаркетах вы можете приобрести товар под одной крышей любого назначения, начиная от прихожих и заканчивая кухнями. То есть, в принципе, любая мебель у нас доступна. Причем вы можете купить ее как с витрины, заказав из наличия, так и сделав заказ на мебель какого-то индивидуального плана, которую хотите вы. Например, кухня или какой-то спальный гарнитур. Вы можете заказать тот размер, который вам нужен. Вы можете заказать ту комплектацию, которая вам нужна. Ну, другими словами, мы совмещаем формат cash and carry, формат складскую программу и формат каталога. Я бы сказал так. Причем, если отвечать на вопрос о отличии нас от других, то могу сказать так, что очень многие крупные мебельные центры, которые сейчас существуют в России, по сути являются большими рынками. То есть, под одной крышей есть множество разных продавцов. Это как твой дом, например? Не могу комментировать про твой дом, честно говоря. Вот не буду давать никаких комментариев. Ну, например, тот же Грант или Трикита. Это разные юрлицы, это разные продавцы. И таким образом, это просто рынок. То есть, вы должны обращаться к разным компаниям для того, чтобы приобрести весь нужный вам ассортимент. В то время как у нас вы можете приобрести его конкретно у компании ХОВ из одних рук. Совершенно верно. Из одних рук, получив централизованные услуги, такие как доставка, сборка. Например, мы можем сшить для вас шторы. И, кроме того, мы недавно запустили программу лояльности для наших клиентов. Вы можете воспользоваться ее преимуществами. И отдельно хочу отметить то, что у нас есть онлайн-продажи. Мы это называем e-commerce. И это достаточно серьезный бизнес-юнит. Как можно мебель продавать через интернет? Это пользуется популярностью? Да, это пользуется, я бы сказал, очень большой популярностью. У нас есть дирекция по электронной коммерции, которая очень здорово перформит. Прилагает колоссальные усилия для того, чтобы этот сегмент рос. И им это очень хорошо удается. То есть, процент прироста сейчас впечатляющий, я бы сказал так. То есть, люди могут купить диван, кровать, шкаф именно через интернет, даже не увидев, не пощупывая его руками? Да, конечно. Мы предлагаем очень широкий ассортимент по очень приемлемым ценам, я бы сказал. Поэтому, когда люди видят на сайте хорошо подсвеченный ассортимент, правильно спозиционированный, еще и с привлекательной ценой, ну, в общем, у них уже нет никакого желания тратить время, идти в магазин и смотреть на этот диван живьем. Они, в принципе, все видят на сайте. Денис, это мужчины или женщины? Мужчины обычно не хотят ходить по магазинам. Считается, что, ну, это действительно так, что все-таки наш основной целевой покупатель – это женщины, которые хотят обставить свой дом, которые хотят иметь там множество интересных предметов интерьера, мужчины, которые у нас в большом количестве продаются в отделах товаров для дома. Ну, вот, собственно, женщины. Нет, мужчины, конечно, тоже есть. Мужчины в основном смотрят на функцию, ну, по крайней мере, так считается. То есть, как тот или иной диван будет раскладываться, не знаю, там, кровать собираться, насколько тяжела будет самостоятельная сборка, к примеру. Ну, какие-то такие вопросы наверняка у них возникают. Денис, а как вы оказались в компании «Хофф»? Расскажите немножко о себе. Хорошо. Ну, в компании «Хофф» я оказался с самого начала. Это было уже 8 лет назад, кстати говоря. И, собственно говоря, стоял у истоков со своими коллегами, топ-менеджерами, большинство из которых работает и сейчас. У нас достаточно дружная, профессиональная команда. Нам друг с другом интересно. И вот уже 8 лет мы вместе делаем одно дело. А до компании «Хофф» я трудился в группе компании «Оптима». Это системный интегратор, достаточно известный. Там я занимался множеством разных проектов, как в госструктурах, так и в коммерческих. С какими программными продуктами? Там были разные программные продукты. А предметные области – это был документооборот и его расширение. Это были разного рода заказные разработки для госструктур, для разных министерств и ведомств, как говорится. Это были какие-то тиражные продукты. Что вы закончили? Много всего. Я в начале своего образовательного пути закончил Липецкий технический университет, там, где я родился. И какое-то время работал на ЛМК. ЛМК – это флагман металлургической отрасли России. Это, конечно, был очень интересный опыт. Я работал и в производстве, и в управляющей компании. Потом я решил усилить, скажем так, первое образование было айтишное, но это было айти для производства. То есть это встраиваемые системы, контроллеры разного рода, промышленные ВМ для управления технологическими процессами. Поскольку в дальнейшем я перешел больше в область бизнес-информатики, то я решил усилить и образовательную уровень в этой части, и учился какое-то время в Питерском инженерно-экономическом университете. И дальше, собственно, я переехал в Москву и работал в компании «Протек». Это крупнейший дистрибьютор фармацевтической продукции, да. Ну и дальше, собственно говоря, я уже рассказал. Как оказались? Хофь. Дальше меня забрали в консалтинг, и потом возник Хофь. Правда, тогда мы назывались «Кика». Мы работали по франшизе австрийской компании «Кика» какое-то время. Ну, собственно, действительно можно считать, что мы компания с европейскими корнями. Это так. Это возвращаясь к вашему первому вопросу о названии. Денис, компания «Хофь» открылась в 2008 году, когда был экономический кризис. Да. И сейчас прослеживается какая-то закономерность кризиса 2008-го? Или параллели? Или параллели, да. Ну, конечно, прослеживается. Я бы сказал так. С одной стороны, кризис — это очевидная потеря покупательской способности населения. Или покупательной. Покупательской? Ну, неважно. Денег меньше стало. Денег меньше стало, и меньше стали покупать, скажем так. С другой стороны, для компаний, которые что-то продают или что-то делают, у которых есть какая-то идея, которую они стараются реализовать в своем бизнесе, они могут вполне себе в это время экономить, как минимум, на операционных издержках. Это первое. Второе. Они, конечно же, должны, и в частности мы это делаем, фокусируются на наиболее важных проектах, которые позволят что-то развить внутри бизнеса, что-то улучшить таким образом, чтобы и сократить затраты, и расширить поле деятельности, и охват, ну, то есть дополнительно заработать. А географически где расположены ваши гипермаркеты? У нас сейчас семь гипермаркетов в Москве и в городах-миллионниках. В пяти городах в Самаре, в Екатеринбурге, в Ростове, в Воронеже и в Краснодаре. А в Петербурге почему ничего нет? А в Петербурге пока ничего нет. Это значит, что 2016 год это город Санкт-Петербурга или это секретная информация? Боюсь, что 2016 год вряд ли, ну, в дальнейшем, скорее всего. А это связано с тем, что, в принципе, второй город после Москвы это Петербург, но вы в него не пошли, а пошли в другие города-миллионники. Есть какая-то стратегия или конкуренция в Санкт-Петербурге более большая, чем в других городах? К чем это связано? Откровенно говоря, не знаю, с чем это связано. Это к бизнесменам? Это скорее к людям, которые у нас занимаются подбором торговых площадок. Вот они в этом вопросе более компетентны. И поэтому они точно знают, куда надо пойти в первую очередь, и куда во вторую. А есть разница между потребительским сросом в Москве и в регионах? Да, конечно, есть. В Москве он выше. А много? Ну, ощутимо выше. 7 магазинов здесь? Да. И поздравить и про интернет. Это тоже очень серьезная составляющая. Кстати, насчет интернета. А вы доставляете по всей России? Да. И в Петербург. Я не могу ручаться за Владивосток, честно говоря. Но, насколько я знаю, мы сейчас можем доставить практически в любой город. Денис, а вот ваши бизнесмены или ваши коллеги, которые занимаются развитием бизнеса, они вас, как директора по IT, рассматривают как... Партнера. Именно как партнера. Не как суппорт, а именно как партнера. Нет, но есть и функция саппорта, безусловно. То есть, IT-дирекция – это две функции. Это саппорт и это развитие. Ну, то есть, поддержка развития бизнеса, я бы сказал. То есть, саппорт – это поддержка того, что уже есть. Я под саппортом имел немножко в виду другое, как неизбежное зло. Я понимаю, что вы... Никуда от него не денешься, или это действительно партнер. Нет, мы достаточно современная компания в этом плане. Ну, в плане понимания правильных коммуникаций, да, внутри команды. И вообще, коммуникации между функционалами. То есть, мы... У нас нет такого ощущения, никогда не было, что... Ни у IT, ни у бизнеса, я думаю. Что IT – это какая-то чисто саппортная функция. И, как вы выразились, неизбежное зло. То есть, наши компании понимают необходимость и важность IT. Да, я бы сказал так. Ну, на самом деле, вообще в ритейле IT – это один из драйверов бизнеса, вообще говоря. По многим вопросам. Например? Ну, например, тот же интернет. Или же, скажем, такая вещь, как лояльность. Ну, там, бонусные программы и прочее. Какие-то новые способы продаж. Возможность... Возможность онлайн получать нужную информацию о стоке, я не знаю, о продажах в любое время, которое нужно. Ну, то есть, без IT-функции эти вещи просто нереализуемы, в принципе. Денис, есть мнение, что розничные компании в настоящее время и в будущем будут конкурировать друг с другом только на уровне информационных технологий. Что вы думаете по этому поводу? А ответ на этот вопрос, уважаемые телезрители, мы услышим через несколько минут. Оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире передачи «Топ-менеджер» и ее ведущие Александр Низник и Анна Трояцкая. А у нас в гостях директор по информационным технологиям сети мебельных гипермаркетов ХОФ Денис Рудаков. Денис, перед перерывом я вам задал вопрос. Как вы считаете, имеет ли право на жизнь высказывание, что все розничные компании в настоящее время и в ближайшем будущем особенно будут конкурировать друг с другом на уровне информационных технологий? Ну, в этом утверждении есть существенная доля правды. Конечно, конкуренция заключается не только в IT. Все-таки ритейл – это продажи. Это вовлечение покупателя в свою социальную сеть, в сеть, точнее, скажем так, исследование сетей интересов покупателей. Но, с другой стороны, IT предоставляет те данные для бизнесменов, которые они должны анализировать, чтобы более удовлетворить спрос покупателя. И не только анализировать, но и инструмент удовлетворения спроса – это тоже IT. Поэтому IT, конечно, в ритейле – это очень существенное конкурентное преимущество, если оно правильно выстроено, правильно реализовано. А что значит «правильно»? Ну, правильно – это значит, что это очень просто. То есть, если у бизнеса есть какие-то идеи. Если, ну, кстати, и у IT могут быть какие-то идеи, которые и должны быть даже, которые должны подаваться бизнесу, совместно обсуждаться и реализовываться. Так вот, если возникает какой-то список идей, потом он превращается в некий план, потом в некий проектный план. Если все это реализовано в желаемые сроки, работает и, что называется, взлетает, ну, значит, задача решена. Вот те задачи, которые взлетели, они решены. Те, которые не взлетели, ну, значит, либо было сделано какое-то неверное предположение, либо в ходе реализации были допущены какие-то ошибки, опоздания и так далее. Всякое бывает. Ну, вот надо, чтобы процент реализованных задач, на которых компания зарабатывает, ну, или там существенно экономит, на которых она расширяет свою клиентуру, он был максимально большим, насколько это возможно. — А как в компании «Хофф» построено взаимодействие отдела информационных технологий с другими подразделениями? Есть любимые подразделения, с которыми вам приятно общаться, есть нелюбимые подразделения, есть подразделения, я думаю, у которых постоянно меняется бизнес-процесс, скорее всего, электронная коммерция, есть подразделения, где реже всего они меняются, это, наверное, бухгалтерия или финансовая служба. Есть у вас, наверное, я не знаю, правильно ли это говорить, онлайн, любимые подразделения, в которых получаете идеи, которые вам приятно реализовывать. — Наверное, многие подумают, что у нас все любимые, или у нас все нелюбимые, и IT самая нелюбимая, на самом деле это у нас совершенно не так, то есть у нас, как я уже говорил, там есть некое партнерство в компании, то есть есть дирекция по IT, есть розничная дирекция, есть коммерческая дирекция, логистика и так далее, то есть есть бизнес-подразделения, обеспечивающие подразделения, есть IT, есть такая практика регулярного обсуждения наших планов, планов развития, а кроме того, эксплуатационных проблем, которые есть с бизнесом. Причем это как на уровне директоров, так и, собственно говоря, на уровне линейных подразделений. То есть коммуникация выстроена достаточно серьезно и очень плотно, как таковых конфликтов практически не бывает, но бывают какие-то рабочие моменты. Есть, ну, конечно, есть какие-то задачи, которые просрочены, которые надо было сделать вчера, которые кто-то хотел бы, чтобы они были сделаны вчера. Ну, по таким случаям, да, там, мы отдельно разбираемся. То есть на самом деле методология следующая. Есть какой-то, как это называют, виш-лист, список желаний. Есть приоритеты, ну, понятные. Понятные топ-менеджменту, понятные бизнесу, и, соответственно, есть какой-то план их реализации. Вот, потому что, ну, мы все это делаем ограниченными ресурсами. То есть мы не можем расширять IT до бесконечности, мы не можем привлекать партнеров до бесконечности. Да даже если мы это и сделаем, то мы тут вспоминаем известный анекдот про женщину и девять месяцев беременности, и двух женщин, и опять девять месяцев по два раза. Но, в общем, методология есть. С точки зрения, я бы сказал так, с точки зрения подхода, да, того, как наши проектные задачи реализуются, могу сказать следующее. У нас есть в дирекции подразделения, которые... А сколько у вас подразделений в вашей дирекции вообще? Ну, вообще четыре. А сколько подчиненных в общей сложности? Сейчас в составе дирекции около 50 человек, включая людей, которые работают в регионах. Денис, мебель — это в основном импортный товар. Как вы боретесь, влияют ли скачки курса, как вы с этим боретесь, есть ли импортозамещение? Потому что многие привыкли, все-таки, предпочитают импортную мебель, отечественную. Ну, я бы сказал так, что, наверное, все-таки многие предпочитают качественную, интересную мебель, какой-то там некачественной, неинтересной, но про отечественную мебель я не могу сказать, что она относится к этой категории. На самом деле, сейчас достаточно большой ассортимент на нашем рынке мебели, произведенной в России, которая вполне подходит под определение хорошее, интересное и качественное. И при этом вполне доступное по цене. Относительно вашего вопроса, тут есть несколько подходов. Во-первых, мы действительно наращиваем долю локального ассортимента, как в мебели, так и в товарах для дома. А есть достаточное предложение? Оно появляется. И оно есть, его становится все больше, потому что фабрик на самом деле немало. Это, конечно, дает возможность немножко в те периоды, когда курс сильно скакал, все-таки сделать эти скачки для нас более плавными. Второй момент – это проведение переговоров дополнительных с поставщиками. Все входят в положение друг друга, но весь бизнес сейчас так работает. То есть даются какие-то отсрочки, какие-то там товарные кредиты. Но я не буду углубляться здесь в детали всего этого инструментария. Ну, ключевое слово договоренности. То есть все-таки вот эта сложная экономическая ситуация повлияла на то, что импортозамещение происходит естественным путем, вытесняются западные дорогие товары российскими не менее качественными. Конечно, это всегда так происходит. В любой стране, мне кажется, где происходит девальвация, тем более мы знаем, что какие-то страны это делают нарочно. То есть это производится все реально в России, а не заводится из Белоруссии, как киви, как креветки и так далее. Это все производится действительно в России. Другое дело, что импортная составляющая в мебели, доля импортной составляющей в мебели, произведенной в России, она по-прежнему достаточно высокая. Если это какие-то там кухни, лакокрасочные покрытия, даже если они сделаны в России физически, это может быть все равно какая-то европейская технология, например. То есть, соответственно, саппорт, ее поддержка, поддержка технологических мощностей тоже стоит денег в валюте для производителя. То есть это надо понимать. И какая-то влияющая, какая-то составляющая, влияющая на ценник с изменением курса, она все равно присутствует. Я хотел задать вам вопрос. Мне всегда интересовало, если взять, допустим, вот именно вашу область, это мебель. Мебель это все-таки не телевизор и даже не продукты питания. Покупаешь мебель, там кровать не каждый год и шкаф не каждые полгода. Как вы создаете лояльность своих покупателей, которые дальше должны приходить к вам? Или желательно, чтобы приходили к вам? Как вам удается? Ну, во-первых, мы с самого начала действительно старались показать, спозиционировать наш ассортимент таким образом, чтобы он как-то отличался даже визуально от других, от конкурентов. У нас модная европейская мебель. Вот если, ну так вот, двумя словами это выразить. Хотя мы можем, конечно, предложить там самые разные варианты, которые востребованы. Это первое. Второй момент. Мы очень плотно работаем с собственным персоналом на тему каких-то внешних признаков лояльности покупателям. Это, во-первых. Во-вторых, на тему надлежащего выполнения заказов. То есть все внутренние процессы должны работать четко. Не должно быть никаких просрочек в выполнении заказов. Если что-то пошло не так, то колл-центр должен обязательно перезвонить покупателю как можно быстрее там и решить с ним возникшие проблемы. Когда-то это бывает. Здесь важно своевременно давать обратную связь и слышать клиента с тем, чтобы если вдруг какие-то проблемы возникли, максимально быстро их решить. Не секрет, что если ты что-то купил и столкнулся с какой-то проблемой, то есть если компания максимально быстро его решила, то уровень твоей лояльности в компании резко возрастает. Это такой психологический. Наверное, даже больше, чем если бы проблемы вообще не было. Ну, скажем так, это не означает, что нужно каким-то образом генерировать проблемы. Однако быстро их решать необходимо, если они возникают. Третий момент. Это уже существующие на рынке инструментарии, такие как бонусная программа, например, которую мы запустили в декабре прошлого года для наших клиентов. А вот теперь у нас есть, как у многих, бонусные карты. Они сгорают? Бонусы? Там есть правила. Определенные. Можно с ними ознакомиться. Они там когда-то сгорают, но на самом деле в тот период, когда человек по нашему предположению придет к нам еще раз, они еще будут целы. А в следующий раз, по вашему предположению, это сколько приблизительно? А вот здесь вот вопрос, потому что мы сейчас как раз начали анализировать, с запуском программы лояльности, мы начали анализировать как раз процент повторных переходов. Ну, мы это делали и раньше, конечно, поскольку клиентская база существует и никуда не девается, но там были некоторые ограничения, скажем так, для проведения такого анализа. Уважаемые телезрители, наша передача подходит к концу. Сегодня у нас в гостях был Денис Рудаков, передачу вели Анна Трояцкая и Александр Низник. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова